Добрый день, друзья! С вами Василий Костюченко, с вами Федерация судебных экспертов. Ершова Ольга Вячеславовна, замдиректора по правым вопросам Федерации судебных экспертов. Друзья мои, сегодня мы будем, наверное, вести вольные размышления на тему франчайзинга, франшизы от Федерации судебных экспертов. Кстати, друзья, сразу хочу повеселиться, нас уже копируют. В городе Самара появилась замечательная организация микроскопическая с названием Федеральная лаборатория судебных экспертов или судебных экспертиз, которая знает лучше Василий Костюченко, как заниматься франчайзингом экспертных услуг. Будет интересно, я расскажу об этом отдельно, а сейчас мы поотвечаем на очень-очень простые и очень-очень такие вот дотошные вопросы, которые поступают к Ольге Вячеславовне. Она делится этими вопросами со мной. Ну и мы решили не заниматься бессмысленной перепиской, решили просто озвучить вопросы, озвучить ответы, ну, свое мнение на тему сотрудничества с будущими франчайзи. Итак, поехали, наверное. Заявочка у нас пришла из Екатеринбурга, да? Да. Из Екатеринбурга от дамы, которая не работает в экспертной сфере, которая, я так понял, занимается ремонтом, обслуживанием электро-бытовой техники и решила открыть, наверное, новое направление, дополнительное направление извлечения денег, извлечения прибыли, как судебная экспертиза электро-бытовой техники. Друзья мои, давайте быть честными. Легкая франшиза, а это единственный инструмент, который мы в состоянии вам продать, не предусматривает сотрудничество с неэкспертными организациями. То есть, если вы умеете снимать на видеокамеру, это не значит, что вы эксперт видеотехники. Если вы умеете работать на клавиатуре, это не значит, что вы эксперт, я не знаю, компьютерный эксперт. Если вы умеете копать лопатой землю, это не значит, что вы эксперт по человеку. Судебный эксперт – это профессия. И даже если у вас есть профильное образование, профильный диплом о высшем образовании, это совершенно не говорит о том, что вы будете пригодитесь в этой профессии и будете востребованы в этой профессии. Поэтому, друзья мои, если вам кто-то наговорил, набрехал, давайте так по-серьезному, набрехал о том, что судебная экспертиза – это высокодоходный бизнес, к сожалению, это не так. Почему? Да, аспектов очень много. Во-первых, кризис. Во-вторых, судебных экспертов у нас в России, в эту профессию уже проникло очень много, достаточное, я так думаю, количество людей, и рынок насытился. То есть сейчас продолжается спад, спад продаж не только у вас, но и даже у нас. Хотя мы являемся самым большим экспертом в холдинге. Вот. Давайте пробежимся все-таки по этим вопросам, которые нам задают. Давайте, Ольга Мишленовна, пойдем. Во-первых, путают прежде всего франшизу и членство в некоммерческом партнерстве. Это абсолютно разные опции, это абсолютно разное взаимодействие и по своему содержанию, и вообще по технической организации. Надо просто рассказать, наверное, что такое. Давайте, Василий Владимирович, вы поясните, что такое вообще франшиза в нашем контексте и каким образом мы готовы взаимодействовать в рамках нашей франшизы. Давайте, наверное, начнем с того, что такое членство в партнерстве. Друзья мои, смотрите, членство в партнерстве, не секрет, что членство в партнерстве это не более, чем очередной сертификат, который вы повесите на стенку и сертификат, который, в принципе, вам не дает и по закону, и по факту не дает каких-либо особых конкурентных преимуществ за исключение некого плюсика к вашему имиджу. Не более чем. Что такое франчайзинг, франшиза? Мы, к сожалению, или по факту, мы не Макдональдс, мы не Сбербанк, мы не KFC, мы не монстр из какого-нибудь иного вида бизнеса, и наша франшиза, мы не можем продать вам логотип и говорить о том, что на этот логотип будут сбегаться люди, как мухи, сами знаете на что. Нет, судебная экспертиза это все-таки не бизнес в обычном понимании, поэтому франчайзинг в судебной экспертизе, он имеет свою специфику. Какие бы логотипы вы на себя не повесили, на вас, как мухи на говно, никто сбегаться не будет. Вы не Макдональдс, и мы не Макдональдс. Что Федерация судебных экспертов предлагает? Она предлагает больше, чем просто франчайзинг. Больше, чем просто франчайзинг. Я должен пробежаться сначала, во-первых, по какие виды франчайзинга существуют, вернее, какие основания для, какие преимущества дает франчайзинг, с тем, чтобы вы поняли, что дает вам Федерация судебных экспертов. Итак, что такое франчайзинг? Франчайзинг имеет несколько вот таких вот рэперных точек, несколько оснований, которые дают покупателю франшизы некие преимущества. Первая точка это, конечно же, самый раскрученный бренд. Таких брендов много. Кока-кола, Пепси-кола, Макдональдс, KFC там и т.д. и т.п. Тинькофф. Да любой, в принципе, мощный банк, он является брендом. Ну, в своем сегменте это уже раскрученное имя, по которому можно работать. Раскрученное имя, с которым можно и нужно работать. Бренд. Понятно. Вторая есть, второй аспект притяжения, второе основание для притяжения привлекательности франчайз, франшизы. Это уникальные технологии. В принципе, я повторюсь по всем перечисленным учреждениям. Ну, в частности, это банковские учреждения, да, где есть действительно высокие технологии. Банк Тинькофф тому пример классический. Все предприятия в связи. Это высокотехнологичный бизнес. А поэтому, если даже у компании не может, то есть, допустим, нету какого-то раскрученного бренда, но она обладает высокими технологиями, скопировать, подражать которым, в принципе, невозможно, это является, ну, то есть, дополнительным инструментом для привлечения вас, как будущих покупателей, на покупку этой франшизы. То есть, высокие технологии. Третий вариант франчайзинга, да, почему, я называю его так, высокий порог, финансовый порог вхождения в бизнес. Допустим, вы хотите, давайте так, вы хотите заниматься горной добычей. Вот просто. И попробуйте скопировать горнодобывающее предприятие. Или золото добывающее предприятие. Скопируйте, пожалуйста. Нет вопрос. Вот у вас умеется из бизнес-молодости ограничивать бизнес. Это настройка лендинга и рекламы из Директ Яндекса. Настройте рекламу из Директ Яндекса и откройте предприятие под обучи, там, я не знаю, горных пород, там, где-нибудь на Урале. Нет, друзья мои. Итак, есть бизнесы, которые требуют миллиардные вложения. Это все, опять-таки, банки, это все предприятия связи, это какие-то металлургические заводы. То есть, здесь мы тоже этот вопрос закрываем. То есть, судебная экспертиза не является тем бизнесом, для которого требуются миллионные миллиарды вложений. Но сказать я об этом обязан. Дальше, ноу-хау. Четвертое основание, которое позволяет называть тот или иной бизнес и продавать, и транслировать, мультиплицировать бизнес, это ноу-хау. К сожалению, судебная экспертиза не является секретной отраслью экономики. По России уже создано примерно 40 институтов, которые готовят экспертов по десяткам экспертных специальностей. То есть, все эти знания доступны. Литературы достаточно, учебных пособий достаточно. Криминалистику, судебную экспертизу изучают юристы в юридических вузах. Десятки, может быть, даже сотни институтов готовят оценщиков. Тоже разновидность судебно-экспертной деятельности. Поэтому эта деятельность не является каким-либо ноу-хау. Если появляется на фоне, на ниве нашей профессии, если появляется какая-то новая дополнительная ступенечка, новая специальность, новый вид исследования, то этот секрет, он примерно через полгода тиражируется, и секретом не является. Поэтому, с точки зрения ноу-хау, судебная экспертиза не является таковым объектом, и поэтому нужно искать что-то другое. В принципе, все рассказал. Друзья мои, на самом деле, единственным изобретением, которые создали мы, это изобретение называется клиентский трафик. Можно быть гениальным инженером, можно иметь миллиарды денег лишних, но при этом к вам никто не идет, никто не заказывает у вас требуемую вам услугу. Есть такие ситуации, когда люди с деньгами просто тратят их и… В пустую. В пустую, да. Мы сделали, мы, вернее, создали, внедрили другой формат франшизы. И он возник не потому, что Вася так захотел, а совсем по другой причине. Сейчас я объясню эту причину, она очень простая. Она у нас располагается вот прям-таки за нами. Суть следующая, суть следующая. Мы примерно 12-13 лет создаем региональные подразделения во всех регионах. Они у нас раньше были, регистрировались как филиалы, потом как представительство. Ну, налоги меняются, с 12 лет налоги поменялись несколько десятков раз. Сейчас мы обладаем действительно большим, действительно большим в сравнении со всеми маленькими экспертными организациями, пакет представительств на территории нашей страны. Но даже, несмотря на то, что у нас примерно 65 региональных офисов, мы не можем обслуживать всех тех, кого хотели бы обслужить. Друзья мои, то есть мы сформировали действительно рабочую схему сотрудничества с крупными городами, но при этом в маленьких городах мы не можем оказывать экспертные услуги. По целому ряду причин и за 10 лет мы не выдвинулись в маленькие города России. У нас это не получается. Но в вашем случае вы, допустим, работаете во вторичном, третичном, в малом городе своего региона, находитесь, занимаетесь экспертизой в своем, возьмем Приморский край, в каком-нибудь Уссурийский, Донегорский, Донереченский, в Находке или в Большом Камне. У вас есть какие-то наработки и для вас дополнительный клиентский трафик за счет рекламных платформ Федерации темных экспертов, это, ребята, выгодно. Все остальное, все остальные технологии, о которых я говорил, мировые технологии, 4 основания для создания франшизы, они к вам совершенно неприменимы. Я дам вам марку Макдональдс и вы с ней сдохнете. Но если я вам дам клиентский трафик, вы будете процветать, работая в рамках своей специальности. Итак, если вы находитесь в малом городе, если вы действующий судебный эксперт, если вам нужен клиентский трафик, то вы попали по адресу. Мы креативная организация, которая умеет привлекать клиентов. Но по целому ряду физических законов и территориальных вот этих вот, и в силу географических особенностей нашей замечательной страны, мы не можем осваивать весь клиентский трафик. У нас колоссальный клиентский трафик, несравнимый клиентский трафик, которым никто, кроме нас, не обладает в нашей замечательной стране. Поэтому мы готовы этим к трафикам делиться. Мы понимаем, что мы никогда в городе Дальнегорске или Большой Камень в Приморском крае не откроем ни одного подразделения. Это нам просто невыгодно. Но мы также понимаем, что звонки из этих городов к нам поступают. Ну да, и востребованность экспертизы именно в этом городе, она не отпала, собственно, независимо от нашего присутствия или отсутствия. Все равно это есть ниша, которая не охвачена. Да, смотрите, конечно же, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения российского законодательства франчайзинг, франчайзи в России на самом деле отсутствуют. Это американские, европейские технологии, но термин этот экономический, все-таки они юридические. И мы его будем реализовать так, как нам это хочется, как нам это видится. Ну, в рамках тех условий, в которых мы, в принципе, можем это предоставить. Да. С учетом сегменты, как бы, ну, особенности нашего бизнеса и вида деятельности. Итак, мы готовы, допустим, если приходит, поступает к нам желающий строительный эксперт, допустим, индивидуальный предприниматель, да, из города, там, Нижневартовск. Давайте возьмем город Нижневартовск, прекрасный северный город, вот, то мы гарантируем таким людям о том, что мы размещаем этого человека не только нас на главном сайте, на котором вы по всей видимости нас и нашли, да, суд-экспертиза.ру. Мы размещаем этого индивидуального предпринимателя, строительного эксперта на сайте, касаемого, ну, посвященного строительной экспертизе. Мы размещаем, регистрируем этого человека на форуме судебных экспертов, где тоже прекрасный трафик. Делайте консультации, подписывайте все свои ответы своими, с приложением своих контактов, получайте клиентский трафик. Далее, по Нижневартовску, по малым городам России мы создали мини-сайты, посвященные определенному городу. И по определенным тематикам. Ну да, ну, это десятый вопрос. То есть, допустим, нижневартовск-экспертиза.ру есть такой сайт, либо экспертиза-нижневартовск.ру. И на этом сайте тоже ваши контакты появляются. Эти сайты не самые раскрученные. Для них у нас время, их очень много, их более 200 сайтов. Но и до них, конечно же, время дойдет. Дальше. В принципе, друзья мои, вот и все, что получает наш будущий франчайзи, в кавычках. Но смотрите, друзья мои, если вы какая-то строительная, то есть, вы какая-то экспертная организация, у которой больше, чем одна экспертная специальность. Допустим, кроме строителя у вас есть оценщик, землестроитель и эколог, к примеру. Это не значит, что мы за 10 тысяч рублей дадим вам право размещаться по четырем специальностям. То есть, мы для каждой заявленной экспертной специальности должны оформить с вами отдельную мини-франшизу. Либо общую франшизу на четыре специальности. И вы по каждой специальности должны доказать нам, должны будете нам доказать, что у вас есть эксперты по всем четырем, пяти или двадцати экспертной специальности. Это очень удобно с той точки зрения, что если бы я продавал вам франшизу по сорока пяти видам специальности, вы просто бы ее не потянули. Федерация судебных экспертов оказывает все виды судебных экспертиз. Это примерно сорок пять специальностей. Четыреста пятьдесят тысяч в месяц, я думаю, никто из вас не потянет. Дальше. Цена за десять тысяч рублей за одну специальность это минимальная цена. Дешевле мы работать не будем, а дороже, да, пожалуйста. Я также вас предупреждаю, что если вы пытаетесь, будете работать, допустим, в крупных городах, то ставка будет выше. Видео вы смотрите, допустим, сейчас у нас март месяц 2016, 2017, кстати, года. И если вы обратитесь к нам через полгода, через год, через пять лет, увидя это видео, я не гарантирую, что эта цифра сохранится. Дальше. Давайте, Наруна Ольга Мчелановна, вы по вопросикам, которые задают. Остальные вопросы, они все-таки правового характера касаются. Да, безусловно, у нас в договоре предусмотрены, то есть мы, по сути, оказываем услуги информационного характера. И, ну, по правовой форме договор. По правовой, пожалуйста. Вот. И, соответственно, все условия, они как в договоре на оказание услуг. То есть есть, грубо говоря, заказчик, есть исполнитель, мы оказываем услугу, нам за это оплачиваются деньги, мы несем некие обязательства, которые берем в рамках договора на себя по размещению информации о ваших экспертах. Соответственно, есть параграф об ответственности, прежде всего вашей. То есть если вы в месяц ежемесячно не оплачиваете... Там будет ежеквартально. То есть человек оплачивает на раз на курицу. Ну, ежеквартально, если вы не оплачиваете определенный взнос, определенный договор. Соответственно, мы перестаем проводить размещение информации. Чистим сайты, чистим сайты. Да, просто делаем зачистку, убираем информацию, и вы не получаете клиентский трафик. Который бы вы хотели. Это очень похоже на некую рекламу, да? Ну, да. Ну, собственно, да. Мне еще однажды звонок был интересный, я уже по памяти буду говорить, не зачитывая. Звонок был следующего характера. А вы мне расскажете, как бизнесом экспертным заниматься? То есть я прям, я сказал... Мы, в принципе, консультируем некоторые, скажем, новообразования в экспертной деятельности. Да, и у нас в рамках, кстати, членства, некоммерческого партнерства, у нас есть и юридическое сопровождение, и бухгалтерское сопровождение. Начиная от создания именно регистрации, юридической регистрации организации, и в том числе и в Минюсте, если это некоммерческая организация. И в последующем мы можем подготовить все формы договоров, дать некие какие-то фишки по взаимодействию с судами, с заказчиками, нюансами. То есть это у нас есть, но это не в рамках франшизы. Не в рамках франшизы. Это в рамках партнерства. Ну, просто я хотел бы сказать, что наш юродел активно регистрирует, перерегистрирует всех наших членов партнерства, да, поэтому зарегистрировать кого-то в 45-й раз не составляет для нас никакого труда. Для вас это будет составлять труд, потому что Минюст все-таки... Это отдельная прерогатива, отдельное правило. Есть масса своих нюансов при регистрации некоммерческой организации. И в принципе здесь и есть юридические аспекты по ведению этой организации, и бухгалтерские аспекты. И человеку, который, ну, новичок в этом, достаточно нужно длительное время для того, чтобы разобраться во всех этих тонкостях. Также мне чудак спрашивает, а вы мне дадите какой-то бренд-бук, а вы дадите мне образцы договоров? Я говорю, уважаемые, смотрите, мы, наверное, на другой плане. Он хотел получить классическую франшизу, а мы классические франшизы, которые по большому счету в нашем бизнесе ничего не стоят, не говорим. Мы говорим о клиентском трафике. Клиентском трафике, чтобы вы выполняли, чтобы вы при нем получали звонки с наших, со всех сайтов, чтобы вы обрабатывали их и подписывали документы своими печатями, своими руками, отвечали за оказываемые услуги своим кошельком и при этом к процессу оказания услуг вами, мы не имеем никакого отношения. Поэтому рекомендовать продавать вам какие-то бренд-буки, показывать виды рекламы, которые мы оказываем, я так думаю, об этом в принципе даже и разговаривать не буду. Продвигайтесь как хотите, то есть размещайте все эти штендера, рекламные щиты, как вам угодно. Нам это абсолютно не интересно и я думаю, что это ценности никакой не представляет. Можно я по поводу товарного знака все-таки? Товарный знак давай, давай. Ты его прям как ножом по сердцу. Давай. Значит, мы не даем свободно пользоваться нашим товарным знаком, потому что мы собственники этого товарного знака и в гражданском кодексе есть четко вообще определение наших прав и обязанностей. Но мы можем заключить с вами договор на право использование нашим товарным знаком. И есть определенные условия. Я сейчас не буду подробно рассказывать, на каких условиях мы можем по запросу. Мне кажется, что это будет неинтересно нашим зрителям по той причине, что каждый ИП, каждый ООО пытается продвинуть в своем Екатеринбурге, на Ренмаре или там Салихарде свою компанию, свой логотип, свой бизнес. Нет, но для тех, кто все-таки захочет, может быть, приобщиться к нашей дружной семье и под нашим товарным знаком выступать и писать экспертизы, тут, в принципе, никаких новелл нет. Есть определенные суммы, за которые мы готовы вам дать право использовать наш товарный знак. Собственно, все. Бесплатно, как бы, просто так пользоваться. Но не стоит, потому что мы все равно проводим некую разведку, мы следим за оборотом экспертной деятельности внутри этого сегмента, мы следим за товарищами, которые все-таки рискуют использовать даже на своих сайтах просто наш товарный знак. И мы применяем меры правового характера к этому. Ну, вот я, Василий Владимирович, можно поясню? По поводу, значит, вот, человека написал нам запрос, да, что они проводили проверку и выяснили, что у нас много арбитражных дел с нашей части. А, да, кстати, да, да. Безусловно. Заявитель, покупатель франшизы купил доступ к программке, к просмотру бухгалтерской отчетности и видит, что мы участвуем во множестве дел. Так это прекрасно. Это основной нашей деятельности. Это основной нашей деятельности. И по всем этим арбитражным делам мы являемся участниками. У нас в год более 4 тысяч экспертиз, из них примерно процентов 20-25 в арбитраже находятся. И для сведения неосведомленных лиц, каждая треть экспертиза в московском арбитраже поступает в Федерацию судебных экспертов. Это просто факт. Да, кроме того, с учетом того, что мы действительно участвуем в судебных делах, бывает такое, что у нас образуется дебютурская задолженность, когда нам не оплачивают эти экспертизы. И тогда мы вынуждены выступать уже в качестве взыскателей. Поэтому мы там можем не только быть как третьи лица при проведении экспертизы, но мы иногда можем быть стороной по делу, когда уже либо мы обжалуем какие-то решения органов исполнительного производства. В общем, это наша нормальная деятельность, которая позволяет нам вернуть дебиторку. Надо также, уважаемым господам, пояснить следующее. Ну, то есть, давайте так, мы не будем, правило, мы не будем размещать сведения о ваших экспертов, которые не являются экспертом. Это точно, железно. То есть, если у вас, допустим, вы заявили, что я хочу купить легкую франшизу, это мой личный термин, давайте им пользоваться. То есть, я хочу купить, допустим, вы или не хотите купить легкую франшизу на, допустим, гемологическую экспертизу. Вуаля, пожалуйста, мы продадим вашу франшизу, но при этом вы должны представить документ о том, что у вас есть хотя бы один эксперт-гемолог, у которого будет диплом. Что? Горное дело, горный инженер, у которого должен быть второй диплом о том, что он прошел курсы гемологов и должен этот человек показать на минимум пять заключений, которые он подготовил за последний хотя бы год. И только при этих всех условиях мы допустим размещение этого человечка на всех сайтах. Это на суд-экспертизе, на сайте fsae.ms, на сайте профильном, касающемся гемологических экспертиз, на форуме и на региональном сайте того города, где вы располагаетесь. Если вы в Томске, то у вас строчка будет в Томске. Дальше, если вы купили строчку, допустим, ну то есть вы заявили о том, что мы хотим разместиться как строительные эксперты, мы заключаем договор и вы пытаетесь мне впихнуть троих или пятерых строительных экспертов. Так не пойдет, друзья мои, потому что мы просто замучимся удалять этот пакет строительных экспертов в этом городе. То есть строчку мы даем только одну, то есть поэтому если вы представляете, если у вас там много строительных экспертов, мы даем вам всего лишь одну строчку. В городе у нас планируется максимум два специалиста по той или иной экспертной специальности, максимум два. Одного нет, один наш, потому что будет наш всегда, второй будет ваш. Это тоже правило. Дальше, если к нам поступает жалоба от пострадавших из вашего города, нам представляет доказательство того, что вы там что-то нахимичили, мы с вами договор тоже будем расторгать. То есть нам важнее репутация. Об этом тоже надо, в принципе, сразу предупредить. Так, вот прикольный вопрос. Мол, господа, гарантируйте, а вы гарантируете нам размещение на первых позициях Яндекса по словам, по определенным словам в нашем городе? Я говорю, мы сразу начнем гарантировать размещение в вашей организации, в вашем городе на первых местах, если я немножко подкоплю и куплю себе Яндекс. Как только я куплю Яндекс, я сразу буду гарантировать. Но пока, к сожалению, я не накопил еще, поэтому я стараюсь. Респективно. Я стараюсь, я честно стараюсь. На пути к этому. Поэтому такие вопросы лучше нам не сдавать. Так. Какие контакты будут размещены? Друзья мои, под вашим... Вы купили строчку, допустим, не знаю, оценочной экспертизы или автоэкспертизы. Мы размещаем, кроме фотографии, либо некого бота, да, некое лицо. Это может быть просто американец какой-нибудь, ну, красивого мужчину или женщину мы будем размещать. Справа будем псевдобиографию или реальную биографию человечка. И обязательно будем размещать телефоны и контакты этого человека. Ну, или вас. Или вашей организации. Или вашей организации. Ну, без указания на именование организации. Ну, то есть, контакты, телефоны, все это дело будет размещено. То есть, мы не фильтруем обращение в ваш адрес через свой колл-центр. Мы просто физически порвемся. У нас входящий трафик примерно на 600 звонков в сутки, и это нереально обработать. Поэтому вот такой тоже вопрос был, я на него и ответил. Итак, друзья мои, я надеюсь, что мы ответили на максимальное количество вопросов. Это основные, да. Они на самом деле достаточно забавные, поэтому пишите комментарии под видео, обязательно на них будем отвечать. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok